Здравствуйте! Я Татьяна и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Предлагаю всем желающим распаковать посылку от любимого Василька. И начнем мы с платьишка, которое мало того имеет чудесный, просто шикарный состав, так еще является моделью вне моды и вне времени. Платьишко в рубчик или платье лапша. Как же я любила подобные, когда была тонкой и звонкой. Да, подобные модели подойдут девушкам с безупречной фигурой. Покажу ткань поближе. И сейчас мы рассмотрим состав. У платья нет конкретного названия, поэтому в поиске искать его нужно вот по этим цифрам. 8, 9, 3, 1, 3. Цвет синий. Сразу хочу сказать, что цвета есть еще другие. Как минимум, помню, серо-бежевый, по-моему, и зеленоватый. Могу путать, но еще каких-то два цвета, когда я заказывала дней 10 назад, там были. Посмотрите, какой прекрасный состав. 95% хлопок и 5% лайкра, чтобы все сидело по фигуре. Состав великолепный. Что касается размера, вот здесь у меня есть опасения. Написано 52. Девчата, соотнесите свой 52 с теми сантиметрами, которые я сейчас назову. Ибо единственный вопрос у меня к данному великолепному платью, это то, что маломерит. Мне кажется, оно маломерит. Если длина-то плюс-минус нас устроит, смотря кто как носит, то вот посмотрите, ширина 42 сантиметра. Это в области талии. Ну, плюс еще, может быть, сантиметров 5. Хотя кто-то любит в обтяг, кто-то любит как будто в обтяг. В области бедер чуть-чуть побольше. Этот краешек не видно левый, но поверьте, я меряю все очень тщательно. И вот в области бедер чуть побольше 44 сантиметра. 44 сантиметра. Тоже, конечно же, немножечко разойдется. Почему-то на вид это платьишко 48 размера, по моим ощущениям. Но я вам цифру сказала. Может быть, еще рукав тоже он растягивается. Давайте вот в серединке померяем, как бы он ни тянулся. Есть же какой-то лимит. 13 сантиметров. А ближе к руке меньше 10 даже. Ну, вот 10. 10. Смотрите, девчата. А так, конечно, даже в руках держать одно удовольствие. Воротник стойка. Как я люблю. Все без рисунков, без наворотов. Дальше идет прям вот этот вот. То ли футляр, то ли вторая кожа. Не разрезав, ничего нет. Вот так вот внизу прошито. С изнаночной стороны. Кто просит. Все, пожалуйста, девчата. Так, сейчас мы прочитаем, что здесь можно посмотреть. А, ну, здесь то же самое, что и написано на этикеточке. Вот я вам показываю. 95% хлопка. Это, конечно же, просто прелесть. Кто носил подобные вещи, подтвердит. Как в них уютно и комфортно чувствуешь себя, когда сверху нужно нарядиться в пальто, плащ. Это очень удобно. Поэтому, стройняшки, если такие модели вы искали, обратите внимание. Еще мне нравится подобное платье. Сейчас вот цвет высветляется. На самом деле он чуть потемнее. Что можно каждый раз выглядеть по-разному. Данное платье чудесно поддержит простое золото. Кто любит носить, да? С камушками, без камушков. Можно какие-то придумать, продумать украшения в цвет. И хоть на работу, хоть в театр, хоть на свидание. Оно такое вот универсальное платьишко. И самое главное, комфортное. Если нравятся более объемные украшения, да? Более крупные, например, броши ручной работы. Это платье также не только примет, но и поддержит. Очень универсальная вещь. Как здорово будет накинуть палантин. Тоже смотрится прям классика жанра на века. Мне очень нравится. Жилеты сюда подойдут. Какими бы жилеты ни были, да коротенькими, длинненькими, меховыми, вязанными. Платья подобные поддерживают. Ну, просто это очень хороший ансамбль. Такие платья и жилеты. У меня сейчас жилеты нет, чтобы показать. Вот. По мне так великолепие великолепное. Костюм зеленый, с юбкой. Понравится, как мне кажется, любителям классических вещей. Однотонных, без наворотов. Для меня подобные вещи, как и предыдущие платья, так и этот костюм, они словно холст. Вот холст, на котором мы, как художники, вольны рисовать, что сами пожелаем. Цепочку с кулончиком, брошки, шарфики, все что угодно. Показываю близко этикетку, чтобы в поиске найти по цифрам. 2, 4, 6, 3, 6. Цвет зеленый. Но обратите внимание, он не однородный зеленый. А вот так, как я люблю. Рябушка как бы в одной цветовой гамме. Прелесть. Состав здесь уже не такой натуральный. 95% полиэстер, наверное, 5% эластан. Размер 52. Все равно, мне кажется, что маломерит. Могу ошибаться. Прям с горловиночки начнем. Вот такая горловина. Изумительный, на мой взгляд, цвет. Посмотрите, есть такая диагональная или косая прострочка, которую я на фотографии обязательно буду показывать. На моделях не заметила. Ну, потому что она даже теряется вот так. Ее вот кто увидит, кто не увидит. Когда поближе так вот я распаковала. Вот, да, эту отстрочку видно. Не разрезав. Ой, вот сейчас правильно натуральный цвет идет. Очень сложно поймать натуральный цвет, когда хоть и обед за окнами очень темно. Рукава. Вот такие они небольшие, потому что спущенное плечо. Ну, то же самое с другой стороны. Спина уже без отстрочки. Вот такая спинушка. Простейшая юбка. По-другому я не скажу. Просто резиночка. Я обожаю такие простые модели. Просто резиночка. Сейчас, если есть интерес, я скажу в сантиметрах. И дальше идет полотно. Примерную длину юбки можно и на фотографиях увидеть, которые я уже показывала, и еще покажу. Но, тем не менее, в сантиметрах я скажу. Разрезов? Нет. Вот такая простая юбочка. Что-то подобное у меня было. Но такая ностальгия, когда я школу закончила и стала учиться в УЗЕ. Обожаю. Очень уютно себя чувствуешь, потому что все тоненькое. Все такое тоненькое. Вроде есть, вроде нет. Какие у меня опасения? Единственные, да? Кроме того, что, возможно, маломерит. В таких тканях очень легко делается затяжка. Очень легко. Где-то колечком дотронешься, где-то еще чем-то. Вот она знакомая всем ткань. Мы можем представить. И вот очень легко делается затяжка. Но, с другой стороны, да, она будет заметна наизнанке, но не будет заметна на лицевой части. Вот эта вот трябушка не даст уж очень сильно выделяться. Это ведь мои девчонки к Новому году уже наряжаются. Они обожают такого плана платья и костюма. Это я показываю сейчас, знаете, как смотрятся украшения. Тоже золотые, прекрасно. Броши ручной работы. Вы представляете, рыжие сапожки. Вот этот костюм, рыжие сапожки замшевые. И цок-цок-цок на работу. Альфкино. Ну, что-то мне кажется, девчата 52-го размера... Так, ну это, конечно, надо подо что-то. То ли под губки, то ли под сумку, то ли еще... Ну, как соберемся в театру? Нет, все-таки по мне, с простыми классическими золотыми украшениями. Это здорово. Но мы все разные. Так вот, мне кажется, что 52-й размер... Нет, если, конечно, фигура безупречная, то возможно. Но здесь я тоже вижу 48-50. А в платье так вообще... 46-48. Сейчас я вам сантиметр скажу. Ну, чудо. Вот он. Просто вот поле. Поле, на котором мы что желаем, то рисуем и выглядим неброско, при этом элегантно. Глаз не отвесть. Как говорит одна прекрасная женщина. Глаз не отвесть. Так, ну давайте замерим. По резиночке у нас 34, даже 35. Ну, стремится к 35. Я понимаю, что резинка, она немножко очень тугая. Достаточно резиночка, да? Но нам надо учитывать еще на подышать. Нам бы еще подышать нужно. Хотя носят все по-разному, да? Как дед мой говорил. Кто-то любит, чтобы трешало. Кто-то с просторцем. Так, по бедрышкам. По бедрышкам 51, девочки. Смотрите, кто вползает, кто нет. 52-й маркирован. Здесь вот тоже туговатенько, как и в платье. Ну, и давайте я вам длину юбочки скажу. Посерединке. Вот резинки. Штатив маленько мешает мне подойти к ней. Но я постараюсь. О, 55-56. Что-то где-то вот мы, где-то вот здесь мы плаваем. Вот. Вещь, конечно, моя. Жаль, что нет размера 60+. Я бы с огромным удовольствием взяла. Давайте я вам измерю и кофточку. Так, девчата. 55. 55. Это я, знаете, где померила? Нет, хотя писатаро вот здесь вот войдет, наверное. Ох, я разбираюсь в размерах. До 60+. Это я померила вам там, где будут начинаться рукава. Ой, шарик. Убегает вот отсюда до суда. С огромным удовольствием я взяла бы, если был мой размер. Прям пошла бы для этого дела. Сапоги купила бы, сойки, замшевые, рыжие. Вот прям вот. Мое. Мое-мое. Губежки. Такие же какие-нибудь. Сапоги. Закрыла бы даже глаза на состав. 1300. А носить и радоваться будешь не знаю сколько. Для разнообразия. Чтобы сегодня не повторяться, не быть не такой, как вчера, не такой, как будешь завтра. Прелесть. А если не рыжие сапожки, а беленькие, красненькие губежки, рыженькие сапожки и совсем уже другой, да, не в осенний лес идем, а куда-нибудь идем. И не важно, куда. В общем, прелесть прелестная, я так скажу. Прелесть прелестная. Ну и от одежды мы переходим к товарам для дома. Не секрет, я открою, что скоро Новый год. И поэтому полотенце, полу-лен с вышивкой снежинки, да, придется, как мне кажется, очень кстати. И для украшения домов, и для подарков. Знак внимания, а приятно, будет служить очень долго и радовать. Стоит одно полотенце 159 рублей для именно полу-лена с вышивкой. Это замечательно. Вообще цены меня радуют. Полотенце, полу-лен с вышивкой снежинки. Малахит. Если, так, размер 45 на 60. Если цвет, именно этот, покажется вам темным или просто замечательным, но не подходящим к вашей кухонке, к вашей задумке, к сервировке и так далее, то есть и другие цвета. Вот беленькие я увидела уже после того, как заказала вот эти зеленые, да. Мне они очень понравились. Причем белые полотенца. Так, сейчас я красиво разложу. Итак, продолжаю свою мысль. Белые полотенца есть как с серебряными снежинками, так и со снежинками в золоте. То есть, даже здесь вот нюанс. Мне очень нравится, когда уделяется внимание мелочам. Здорово. И еще есть расцветка. Как ее назвать? Кофе с молоком? Наверное, кофе с молоком. Тоже снежиночки светлые. Это я сейчас все по памяти говорю. Очень постараюсь найти и сделать скриншот. И еще снежиночки в цвет. Как вот там кофе, какао. То есть, каждый найдет по вкусу. Кроме того, можно найти еще скатерти, наволочки для подушек. Думай, Таня, думай. Салфетки. Это я все по памяти. То есть, такой создать уютный комплект, гарнитур, ансамбль, который сам по себе уже будет очень-очень радовать и создавать новогоднее настроение. Ну, а мне лишь осталось показать вышивку поближе, показать вышивку с обратной стороны, показать шовчики и прочитать, что написано на любовной записочке от Василька. Вот, пожалуйста, Леон 30% хлопок 70%. Чудесное полотенце. Вообще полотенце – это мое все. Даже статью отдельную на Дзен написала я про полотешки от Василька. Потому что они такие разнообразные, такие классные. Я, честно говоря, вот нравятся мне снежинки, новогодняя тематика. Или там не обязательно новогодние, какого-то праздника. Но мне к душе в клеточку, в цветочек, в полоску. Гораздо ближе, потому что они, ну, вне праздника, что ли. Они создают праздник каждый день. Ну, и в продолжении зимней, новогодней темы показываю комплект постельного белья. Он уже мелькал в обзорах. Называется «Зимний пейзаж». Здесь действительно все усыпано снегом. И то ли лося, то ли олени. Знать бы еще разницу. По-моему, лоси, олени. Кто любит подчеркнуть праздник, неважно какой, да, в убранстве дома, в частности, в комплектах постельного белья, стоит обратить внимание. Ну, и тем, кто как я, лишь бы постельное белье по расцветке было к душе, а я люблю в горошек, в клеточку, с какими-то растительными орнаментами, можно подобрать много-много других, не привязанных к празднику комплектов. Как, к примеру, вот этот комплект постельного белья, который называется «Нелли». В популярных нынче розово-сиреневых тонах растительный орнамент. Покажу здесь скриншот. Ну, и оставлю ссылочку на магазин, где каждый может выбрать тот комплект, который по душе именно ему. Кто в горошек, кто в клеточку, кто с крупным геометрическим орнаментом, кто с кошечками, кто с тигрятами. В общем, все по вкусу и душе. Ну, и в заключение, мне осталось лишь поблагодарить магазин «Любимый Василек» за предоставленную радость. И тебя, мой добрый зритель, за внимание. Наша традиционная. До новых встреч. А они обязательно будут. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок